Всем привет, друзья! С вами Закупач. И сегодня, по просьбам зрителей, я снимаю снова треснутый. Я смотрю, вам эта акция очень сильно понравилась. Некоторым даже больше, чем скрипыши. И сегодня мы попробуем запихнуть все эти предметы в треснутых. То есть, использовать их по назначению. Попробуем спрятать в них деньги. Попробуем в него засунуть скрипыша. Золотой браслет. Сережки всякие у меня есть. Кольца этих вкусняшки. Игрушки и шпаргалка. Даже шпаргалка есть. Итак, мне для полной коллекции не хватает... На самом деле, уже мало треснутых. Мне не хватает Зализуна. Зализун у меня нет. Суперзум. Тугадум. О, кстати, Пинки Блу. Смотрите, Пинки Блу. Он почему-то всем выпадает желтый. Но здесь на рисунке он розовый. То есть, Пинки розовый. Смотрите. Но это же он. Да, это он. Ну, видишь, зубы такие же, глаза такие же. То есть, это брак. Или они напечатали его неправильно. Или же этот цвет неправильный. Да, надо в альбоме посмотреть. Потому что всем блогерам, я видел, выпадает он именно вот такой, как у меня, желтый. И все говорят, о, это золотое. Люди, золотых яиц нет. Они из пакета вам не достанутся. Посмотрите мои видео. Балаболзон хэштег. Это люди, у которых не хватает извилин. Они покрасили яйца в золотой цвет и говорят вам, что, о, золотое яйцо можно найти. А людям в Дикси... Вот мне обидно за сотрудников Дикси. Им все теперь пишут, а золотое яйцо мне не выпало. А как мне выбить золотое яйцо? Вот в группу ВКонтакте Дикси зайдите. Там все пишут про это. То есть, все дети. Дети, слушайте меня. Опа, я здесь. Дети. Золотого яйца нет. Его нету в коробочке. Его можно только выиграть, если вы соберете всю коллекцию. Из пакета достать золотое яйцо нельзя. Хорошо? Хорошо. Все. Посмотрите мои прошлые видео. Я там все показывал. Ой, у меня горит. Как же у меня горит. Итак, давайте распаковывать пакеты. У меня сегодня тоже будет на распаковке много пакетиков. И не забывайте, что я разыгрываю треснутых, если соберем 10 тысяч лайков под первым видео. Итак, давайте открываю. И это, скорее всего, повторка. Да, это Усатый Таракан. И зовут его как? И зовут его Мегабак. Вот этот треснутый Мегабак. И у него внутри что? У него внутри точилка. Кстати, мне кажется, в точилку можно много всего засунуть. Ну что, давайте пытаться. Здесь сверху, видите, очень много пространства. Мне кажется, мы сможем деньги засунуть туда. Давайте пробовать свернуть деньги, чтобы они туда залезли. Ну, мне кажется, вот этого уже будет достаточно. Ну-ка. Или надо было его по-другому свернуть. Так, главное, мне их не поранить, иначе жена меня убьет. Смотрите, деньги туда не залазят. Смотрите, это невозможно. Никак. А как? Если еще раз свернуть, они не лопнут. Ты не лопнешь, деточка? Так. Хоп. Ну-ка. О, ну нет. Не. Деньги туда невозможно засунуть. Они постоянно выпадают. Дай им. Ты попробуешь? Вот сейчас Валя будет пробовать, а я тогда пока что открою следующее яйцо. И мы попробуем... Какую большую деньгу взял, надо было, наверное, 100 рублей взять. А 100 рублей раз и больше, они, по-моему, одинаковые по размеру. Что 1000, что 100 рублей, что 5000. Вот доноры больше, доллары точно туда не засунете. Итак, следующее яичко, и это снова повторюшка. Это, как его зовут? Заяц. Рептизавр. Видите, у него глаза, как у рептилии. То есть, это рептизавр. И сюда мы что попробуем? Засунуть. Смотрите, здесь вот такой карандашик. Сюда давайте попробуем засунуть золотую цепочку. Золотая цепочка, то есть такое украшение. А мне кажется, тебе надо... Напишите, закупчик, ему надо съесть в другой магазин, чтобы ему эти достались. Спонсоры. Да, у меня нету товаров-спонсоров вообще. А, да, я же вам даже не показал, кого мне не хватает до конца. О, смотрите, золотой браслет сюда залез идеально. Даже там, где этот самый, мелок. То есть, всё супер. Всё супер, золото залазит. Так, золото мы отправляем, это ещё потеряю. Так, всё норм. Что, Вась, засунула? Да. А, то есть нужно именно обладать сноровкой, чтобы деньги засунуть. Давайте посмотрим, как Валя смогла засунуть сюда деньги. Ну, он плотно сидит. Слушай, заначки можно прятать? О, смотри, тысячная купюра. Я даже не скажу, что это деньги. Да, даже не скажешь, что это деньги. Слушай, так можно это делать? Ладно, не буду говорить, что. Прятать деньги. Так. Ну, и как ты это? Ну, ты не понял. Ты ещё раз свернула, да? Да. То есть свернула, свернула, и ещё раз свернула. И вот они денежки. Опаньки, смотрите. Чудеса. Валюш, ну ты вообще мастер. Ты, наверное, это, наверное... Ты незаконным бизнесом промышляла, да? Это знакомство со мной. Всё понятно с тобой. Ну, ныкать я умею. Так, да, забыл показать, что мне не хватает. Мне не хватает вот пика... Пинки-блумы вам показали. То, что он какой-то уникальный, странный по цвету. Он всем выпадает. Жёлтый. Зверобоя у меня нету. Циклоподава нету. И нету товаров-спонсоров вообще никаких. Никакие мне не попались. Надеюсь, сейчас попадутся. Ой, а куда я делал яйцо-то? Надо чего это? Надо, надо, это, тащилку-то убрать. Ещё мне зрители там пишут иногда, как можно их использовать. То есть, вы можете тоже писать в комментариях, как можно использовать треснутых. То есть, не то... А, ещё пишите, да, что можно ещё спрятать. Что можно спрятать, про что я ещё не сказал в видео. Итак, открываем следующий пакет. Смотрим. Скрипыш. Надо назвать видео «Юбилейный скрипыш». Оооо, такой у меня, по-моему, есть. Да, да, вон он стоит. Так, как тебя зовут? Желтопус. Вот он, это Желтопус. Вот такая Желтопузинка у нас. И давайте попробуем в него что-нибудь спрятать. Ой, слушай, они что-то подтаяли. Они какие-то очень мягкие стали, странно. Давайте попробуем сюда скрипыша спрятать. Мне кажется, это реально. Наверное, вот так его. Чик, сюда. Потом сворачиваю. Но он такой мягкий, мне кажется, это будет вообще изи. Даже просто вот так его засунуть и туда спрятать. О, смотрите. Можно прятать туда скрипышей. Шок-контент. Желтопус сожрал Микки Мауса. Сожрал. Дикси сожрала магниты. Смотрите, у него даже капелька крови на клыке. Я не замечал раньше такого. А тут есть у него? Нет, тут нету. Да, смотрите. Это брак. Или что-то. Это брак. А может? А. Это, это че-то, это, это, наверное, продавщица, наверное, своей кровью. Замазала его. Не хотела мне его. Я отбирал, я отбирал. Дай мне яйцо. Вот оно, золотое яйцо. Она мне говорила. Я говорю, это не золотое яйцо, это желтое яйцо. Балабол зон. Получай, получай по щам по своим. Вампирским. Смотрите, вот он он. Ку-ку. Микки Маус. Только свистни, он появится. Микки Маус. Слушай, неплохо. А этот? Ой, забыл. Да, забыл. Забываю постоянно убирать. Вот так они и потеряются. По-любому у вас они, наверное, уже потерялись, да? Все. Так, давайте открывать следующего. Пакетик треснутый. Так, тебе надо раз, два. О, такой у меня есть. У меня такой бракованный с кривым ртом. Его зовут Зомби Бой. Вот он, видите? Вот он, Зомби Бой. Так, желтенький. Желтенького убираем. И что мы сюда будем прятать? Шпаргалку. О, шпаргалку. Да шпаргалку вообще изи туда засунуть, скажи. Вот такую шпаргалку я для вас подготовил. Шпора, закупать шпаргалка, написано. Также еще можно любовные послания. Можно еще, кто-то предложил в комментариях, можно это, типа, признание в любви. Валентинки. Валентинки. Или же, типа, выходи за меня и кольцо. Ну, кольцо мы сейчас проверим. И рожки такое. Ты меня любишь. Ты меня любишь. А ты меня любишь? Ага. Ой, стой, это же можно сценки еще играть. Кукольный театр. Ну-ка, давай. Давай, говори. А ты меня любишь? Ты меня любишь? Ну, ты любишь. Ага. Да? Да, ёбарсата. Валь. А ты меня любишь? Ага. А ты со мной будешь? Ага. И будем мы вместе, и будем мы рядом с тобою, друзья. Ага. Ага. Магде па... Так, шпора почти готова. Сейчас шпора полезет внутрь. Зомби бой прячет шпору. Можно шпоры даже сделать больше в пять раз. Вот, я сделал маленькую шпору. Можно туда квадрат кубы там вот это все написать, и все будет четко. То есть шпоры залазят прям вообще супер сюда. Так что могу советовать. Ну, вообще лучше учить. А хотя, когда вы пишете шпоры, мне кажется, ты лучше запоминаешь, да? В этом тоже есть какой-то. Я думаю, да. Следующий треснутый у нас... Это... Вау! Испугаврик. Да я даже помню, что это испугаврик. Где он тут? Вот он. Испугаврик. Да, это испугаврик. И что мы спрячем в испугаврика? Многие писали, что туда можно спрятать сережки-гвоздики. О, как раз там, смотрите, с ластиком. Вот где ластик, мне кажется, это самое большое отверстие. То есть сюда можно засунуть, ну, прям, пятитысячную. Сюда даже доллары влезут. Смотрите, сюда гвоздики залазят вообще изи. Я даже две пары гвоздиков сюда могу положить. Это сережки-гвоздики. Смотрите, даже две пары сюда залазят. Хопа! То есть гвоздики сюда залазят отлично. Так, но... Гвоздики, они прям сильно маленькие. Давайте попробуем нормальную сережку туда засунуть. О, слушай, да сюда даже нормальная сережка влезет. Только одна, наверное. Вот, смотрите, у моей жены есть жемчуг настоящий. Вот, хопа! И сюда можно... Ну, давай! Да, смотрите, жемчуг залез. Сережки с настоящим жемчугом сюда помещаются. Слушай, это круто! Это круто! А кольцо, наверное, точно не влезет. Давайте кольцо сразу затестим. Ну-ка, 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 ну-ка! Да, друзья, этот лайфхак официально работает! Можно сделать предложение! Можно сделать предложение! То есть сюда кладем еще и записку. Где там наша записка? Выходи за меня, Вася, третий класс. Так, Вася из третьего класса. Вот так, Алене. Хопа! Алена, вот тебе яичко! Она такая, фу, это не мой уровень! И тут он открывает, а там... Хью Хефнер! Хью Хефнер! Вот так вот! Вот так и делаю предложение сейчас в современном мире. Слушай, вот это круто! Вот это круто! Даже кольцо сюда влазит! Но именно где ластик? Мне кажется, в обычный не залезет. Так, где ластик залазит точно. Давайте следующую. Треснутые. Вот оно. Открываем. Неужели ни одного товара спонсора мне не выпадет? О, это злодеич, который мне выпадал в прошлом видео. Все мои видео, которые я снимал, про треснутых будет в правом верхнем углу. Вот оно. Злюкопасть. Злюкопасть. Злой. Давайте открывать и смотреть, что у него внутри. Чик. У него красный мелок. И, смотрите, я могу сюда спрятать брошку. У меня есть брошка. Видите? То есть настоящая брошка. Золотая. Хопа! Сюда. Чик. Опа! Брошка сюда залезла. То есть брошка сюда залезает супер. Потом что еще могу? Могу кулончик сюда положить. В общем, для ювелирки он подходит. Для ювелирки они все подходят. И даже сюда... Ну ладно, давайте с другим мы попробуем. Закрываю его. Давайте открывать следующий пакет. Выходите. Так, ну где же товары-спонсоры? Эх, опять усатый таракан. Смотрите, Лукашенко мне выпадал. Мегабак. Мегабак. Вот такой, смотрите, мегабак. Открываю его. И там точилка. Точилка. И могу сюда спрятать игрушку. О, смотрите, игрушки хэтчимолсы сюда залезают вообще. Сюда даже можно какие-нибудь маленькие киндеры спрятать. То есть игрушки прятать тоже сюда можно. Прям спокойно. Вон, даже вверх тормашками. Чик. Опа. Видите? Да все супер. Все супер. Смотри. Идеалити. Чик. Ой. Все падает. Так, ну что. Теперь нам остается проверить конфетки. Залазают ли туда? Что, у меня последний пакет? Да, последний пакет. Давайте так. За каждую тысячу лайков буду покупать новый пакетик. То есть 10 тысяч лайков, 10 пакетиков и еще конкурсы сделаем. Так, треснутый, последний. И это... О, это опять вот это яйцо легендарное. Это легендарное яйцо, которое самое редкое походу. Опять пинки-блу, только который желтый. Видите? А больше его здесь нету нигде. Тут вообще с такими глазами никого нету. Есть только пинки-блу. Поэтому в прошлый раз я не мог его найти, кстати, когда распаковывал. Ну, давайте попробуем сюда спрятать ММДэмсинку. Вот такую я ММДэмсинку с арахисом купил. Мне вообще все писали тик-так. Типа все люди думают, что эти яйца очень маленькие. Друзья, просто у меня большие руки. Эти яйца на самом деле большие. Реально. Видите? Туда даже кольцо залазит. Вот. И давайте как мы откроем тебе. А как открывать ММДэмс? Только разрезать его? А, вот так, наверное. Я так давно не ел ММДэмс. Раньше, я помню, мы меняли бутылки. И, ну, мыли бутылки, собирали. Потом меняли их и покупали ММДэмсинку себе. Итак, смотрите. Вот такая ММДэмсинка. Сюда я ее кладу. И закрываю совершенно спокойно. Да, она спокойно сюда залазит. О! Слышите? Ты только делаешь цун-цун! Да, слушай, отлично залезла. И вот она ММДэмсинка наша. Но я не советую прятать еду. Все-таки это грязное. Не особо надо протирать яйцо. Все равно туда вирусы попадут. То есть лучше вообще не есть такую штуку. Я ее есть не буду. Все, она грязная. Но можно. Прижила. Мы ради эксперимента попробовали это сделать реально. И так, как вы можете заметить, мне ничего нового не выпало. Мне остается собрать... Ты считал сколько? Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать штук у меня осталось до полной коллекции. То есть я собрал девятнадцать. И одиннадцать осталось. Участвуй в конкурсах и получи возможность выиграть браслет с золотым яйцом и настоящее золотое яйцо 585-й пробы. Видите? Видите? Тут даже написано то, что участвуй в конкурсе и получи возможность выиграть браслет с золотым яйцом и настоящее золотое яйцо. Настоящее золотое яйцо – возможность. Вот, все С вами был Закупорч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Балаболзон не дремлет Так что смотрите только хороших блогеров, кто рассказывает всю правду Пока